итак расскажу как сделать значок для своего видео в творческой студии youtube вот у меня здесь открыто творческой студии youtube вот видите можно использовать те значки которые загрузились видео можно использовать в видео можно использовать значки то есть фотографии которые вы сделали для когда готовили данное видео мы будем использовать загрузить значок вот эту область и вот видите под область выше есть подробнее можно рассмотреть но здесь мы не будем здесь мы только посмотрим размеры самого видео вот смотрите разрешение 1280 720 размере менее двух мегабайт это формат gps gif и png то есть когда будем создавать значок красивый значок вашего видео мы будем использовать adobe photoshop картинки с ютуба и ваши руки и так нам нужен значок больше двух мегабайт для данного этого и красивая обложка я покажу на примере как я создаю для себя то есть adobe photoshop я глубоко туда не залазил самая поверхность то есть минимальный набор слов набор команд который вам необходим для создания данного данного значка можно использовать фотографии которые вы и сами на щелкайте а можно использовать вот например к примеру я в сети линге нашел вот этот микрофон или может быть вы его купили мы берем значок сохранить как и сохраняем на рабочую поверхность будут можно взять все вот эти вот фотографии данного микрофона можно зайти в интернет набрать микрофон и картинки вот данной картинки этого микрофона можно тоже скачать так сказать или отсюда или с какого-нибудь канала вот давайте еще посмотрим а давайте вот это еще скачаем вот такой значок формат видите и 5g файл сохраняем его так давайте посмотрим что еще можно будет давайте это слишком большой вот 700 на 700 нет он тут с какой-то надписью такс ну давайте что еще вот такой вот попробуем вот такой микрофон сохраним вот мы накачали картинки с интернета скачали с какого-то city link сайта например вот чтобы сделать красивые превью для вашего adobe photoshop теперь открываем adobe photoshop это уже пример другого товара вот смотрите у вас есть рабочая поверхность adobe photoshop открываем файл создать то есть вы со мной пока название мы не придумываем хотя можно по названию по названию можно назвать вот микрофон такой-то мы копируем заходим в adobe photoshop называем названием микрофон ширина 1180 высота 1080 разрешение 72 тут у вас пиксель остаетесь остальное все остается это у нас создается рабочая наша пространство вот у вас белое рабочее пространство с помощью которого будет создавать вашу картинку так сказать так так вот у нас есть adobe photoshop теперь смотрите те картинки которые мы накачали мы их нам нужно что создать рабочую поверхность мы берем любую картинку которую вы создали и перетаскиваем нажимаем на нее и перетаскивают в эту рабочую область вот у нас появилась картинка что мы с не делаем видите по бокам по периметру есть так сказать обрамление мы ее перетаскиваем уменьшаем вот одна картинка создалась теперь видите она создалась что нужно сделать вот тут на перекрестить нажать чтобы вот это исчезла давайте следующую картинку так вот переточилась еще одна картинка мы ее поменьше делаем вставляем вот сюда вот делаем примерно по ширине как есть все картинка нажимаем на перекрестие если нам нужно изменить размер размер данной картинки мы нажимаем на нее вот тут слои у нас нажимаем на нее теперь редактировать трансформация и вот здесь в трансформации можно выбрать масштабирование pоворот наклон искажения per spirit вот и нажимаем масштабированию ведь картинку у вас опять выделилась то есть мы ее можем двигать туда назад вперед и менять масштаб можно опять нажать редактирование трансформирования и поворот поворот видите появляется около стрелка вниз сверху то ее можете туда-сюда вращать Опять мы нажимаем на перекрестие Нажали Перетаскиваем следующую фотографию Вот у нас есть следующая фотография Устанавливаем на следующий фон Нам нужно нажать опять перекрестие Чтобы пропало Берем следующую фотографию Которую мы скачали И перетаскиваем сюда Это вот сама обложка Делаем на перекрестие Видите, синие линии сбоку Вот тут синие линии Нам помогает Видеть, чтобы изображение Нажимаем вот тут на перекрестие Застопорили Так, какое у нас еще видео? Давайте посмотрим Вот сам микрофон Нажимаем сам микрофон Так, есть Так, что еще? У нас осталось Вот такое, по-моему, у нас не было А, нажимаем на перекрестие Чтобы ушло само название Давайте вот такое посмотрим Есть у нас такое Вот, мы создаем свою рабочую область То есть, вот Мы перетащили те картинки Которые скачали с интернета То есть, для своего микрофона Вот мы набрали микрофон Набрали все картинки Скачали их в формате IPG Перешли в Adobe Photoshop У вас есть Это вот, как я считаю Это вот есть рабочая Рабочая область То есть, тут есть несколько слоев И тоже я не, так сказать Не выдавалось в подробности Самое элементарное Вот я расположил свои все видео У меня есть уже пример Вот смотрите Я открываю пример У меня есть моя заставка Так сказать, моя картинка Вот это лев Не лев Этот Волк Вот, беру этого волка Ну, у меня она уже заготовлена Тоже вы можете сказать С интернета Это я как пример Вот я нажимаю на нее И тащу Это Она уже у меня Из другого примера И тащу, тащу Держу ее Держу, держу, держу Перетаскиваю на эту картинку И отпускаю Видите, у меня появился волк Я его перетаскиваю вот сюда И ставлю здесь его Как Это как моя Так сказать, заставка волка Перехожу дальше Вот название моего канала Это я держу Видите, вот я держу Название своего канала И тоже перетаскиваю Нажимаю микрофон Появляется микрофон Отпускаю Вот появляется заставка Название моего канала Это Мой, так сказать, логотип Название моего канала И теперь Что? Теперь можно Обзор товара Вот опять я нажимаю Вот это вот название Обзор, мини-обзор товара Нажимая на микрофон Перехожу сюда И отпускаю Перетаскиваю сюда Обзор, мини-обзор товара И вот эта веб-камера Я вместо веб-камеры Мне нужен что? Мне нужен мой микрофон Правильно Я захожу к себе Вот микрофон такой-то Я копирую Захожу Нажимаю два раза на вот этот Он видите какой Выделяю то, что мне не нужно Нажимаю правой кнопки Вставить Микрофон RedMix D120 Теперь нажимаем крестик Чтобы его зафиксировать Как мне его изменить? Нажимаю на него опять Потом редактирование Трансформирование Масштаб Вот появляется такая рамка Смотрите Я его могу немножко Вот немножко побольше Немножко поменьше Также крутить могу его Вот давайте сделаем его так Теперь смотрите Как поменять цвет То есть у вас выделена Вот эта область Нажимаем опять на крестик Нажимаем потом один раз На само слово И видите вот здесь С правой стороны Цвет у вас красный Я нажимаю Например Библиотека цветов Нажимаю библиотека цветов И вот здесь Двигаю колесико Например белый Ну белый видите Немножко белый серовато Может быть он Не так будет виден На данном Вот синий Синий тоже непонятно Давайте Так Зеленый Может сейчас посмотрим Зеленый Вот давайте Такой оранжевый Какой-то цвет Нажимаем ок Теперь смотрите Чтобы что-то поменять В любом из элементов В любом из элементов Вот с правой стороны У вас видите Все вот эти вот Надписки АТВ Обзор Мини-обзор товара Надписи Вот нажимаете На эту надпись На эту надпись И правой кнопкой Здесь появляется Такое всплывающее меню Параметры наложения Вот сам вверху Нажимая параметры наложения И все эти параметры наложения Для данной надписи Вот я могу например Видите Непрозрачность Вот крутить Видите Уходит Обзор товара Уходит Появляется А также Тиснение Контур Текстура Вот контур например Нажал на контур А потом нажали Вот сюда Вот рядом И у вас появляется Вот этот контур Какой вы контур Можете выбрать И так далее И тому подобное То есть здесь Очень много изменений Можно так сказать Поработать Вот тень Так сказать Нажимаем тень Видите Немножко тень появилась Нажимаем на тень И нажимаем вот тут Что появилось у вас Вот это вот С правой стороны Вот это название Вот это вот Все Все Вот эта панелька Нажимаем еще раз На тень Панелька пропадает Нажимаем окей Все Как еще например Изменить То же самое Нажимая один раз Вот на любую из картинок Например С правой стороны Вверху В углу микрофона Нажал на него Он у меня высветился Видите Вот тут Где я Слои Вот тут Нажимая Нажимая правой кнопкой Опять параметры наложения Смотрю Параметры наложения Тоже можно Также убрать Вот видите Прозрачность Данного фона Видите Я кручу Микрофон у меня Пропадает Убирается То есть Здесь очень тонкая Настройка Можно С этим Рисунком Делать Что угодно Тень Накладывать И так далее То есть Убирать Прозрачность Микрофона Вот так Можно сделать Нажимаем Окей То есть Каждую Можно выделить Как удалить То же самое Нажали И делит И клавиатуру И вот этот У вас Микрофон Удалится Например Как сделать Текст Вот с правой стороны Видите Текст Появился Нажимаем Текст Пишем Обзор Мини обзор Товара И Например Видите У меня Подчеркнутый К примеру Мы нажимаем На него Один раз И вот видите С правой стороны Выходит Значение текста Высота Его Положение Цвет Идем Дальше Листаем Видите С правой стороны Вот эту Панельку Листаем 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 Вот видите Т Подчеркнутый Опа Нажимаю Можно убрать Подчеркнутый Можно оставить Но я вот Оставляю Вот Подчеркнутый То же самое С картинкой Для волка Я его выбрал Это Облик моего Канала Плюс Киа ТВ То же самое Можно также Обзор товара Повернуть И так далее Вот смотрите Теперь у нас есть Картинка Смотрите какая особенность Заходим в файл Сохранить как Сохранить на компьютере И где у вас там есть Ваши файлы Вот Мы сохраняем Видите В формате Фотошоп ПДС Тдд Это файл Данной программы Будет Мы его назвали Микрофон Это Микс Сохранить Мы сохраняем Дальше товар Сохраняем Дальше картинку Теперь нам Нужна картинка В виде Ипиджи файла Помните До 2 мегабайта Я говорил Теперь Сохранить картинку Как Сохранить Сохранить на компьютере Теперь я выбираю Папку Ну свою папку Куда я хочу И положить И выбираю Вот здесь Тип файла Смотрите Обратите внимание Тип файла Я выбираю Ипиджи 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 Название Я нажал Сохранить Теперь у вас Видите Появилась такая картинка Видите 956,7 Почти 1 мегабайт А там до 2 мегабайт Вот здесь Вы можете поиграть Выбрать Низкое значение Наилучшее Если до 2 мегабайт То можно Плясать Как хотите Вот видите Можно выбрать 12 Вот видите Пачи гик Базовый Базовый Оптимальный Прогрессивный Например Прогрессивный Побольше Давайте поставим 831 Нет Ну вот Самый оптимальный 956 До 2 мегабайт Можно Вот в этой картинке Посмотреть Как у вас Если 2,2 мегабайт То значит Уменьшайте Качество Видите Маленький формат Большой формат Можно двигать Вот эту стрелку И у вас Размер файла Вот здесь Что уменьшается Нажимаем ОК Мы его сохранили Мы его сохранили В данной Как картинку Теперь Что мы делаем Мы заходим На наш канал Загрузить значок Вот видите С левой стороны Загружаем значок Этот значок Выбираем Там в ту папку Где мы его сохранили Он у нас Вот здесь Сейчас мы посмотрим Где у нас Вот микрофон RTMX Нажимаю Нажимаю Вот у нас появился Значит Теперь смотрите Видите В принципе Все видно Обзор Мини обзор товара Микрофон Микрофон RTMX RDM120 Вот данный фон Мы выбрали Логотип канала Кио ТВ Я нажимаю Сохранить И иногда Не сразу сохраняется Картинка А через некоторое время Ну вот в данный момент Она сохранилась Теперь мы Нажимаем На все видео И Сейчас посмотрим Сейчас подгрузится Мой канал И сейчас мы посмотрим Как смотрятся Данные Вот смотрите С левой стороны Видите Вот флешка Сетевой зарядной устройств И видите Мини обзор товара Видите Как смотрится То есть Картинка с левой стороны Лучше чем Вот теперь Наушники Panasonic Видите То есть Чайник заварочный Вот Также я поменял Например На игру Вот смотрите То же самое Заходим на Прохождение игры Видите Часть 15 The Last Guardian Последний хранитель То есть Я также То же самое Скачал картинку С интернета На Last Guardian Вот здесь С правой стороны Изменить Нажал Или скачать И Также установил Картинку Мы ее тоже Можем посмотреть Это Открываем Сам Сам файл Который уже Является Самим Рабочим пространством Вот смотрите Last Guardian Последний хранитель Вот к примеру А возможно я ее не сохранил Ну Так А где у меня сейчас А это сами картинки Так Значит возможно А давайте К примеру Вот видите Bloodborne Такая же картинка Вот смотрите На примере этой же картинки Я сделал то же самое Скачал все С интернета Разместил Своего Волка Вот я его могу Разместил свой канал Надпись Bloodborne То же самое Скачал Повернул ее И так же Сделал часть 48 Я ее просто написал Вот и разместил здесь Вот я ее могу двигать Поворачивать То же самое Вот я Например Нажал на часть 48 Нажимаю Редактировать Нажимаю Трансформировать Нажимаем Масштабирование Или поворот Вот давайте Поворот Видите поворот Я могу ее Опа Могу ее сделать правильно Могу косо Потом Нажимаю Редактировать Трансформировать Масштабировать вот я могу крутить вверх-вниз и вверх-вниз и потом виде картинки я и могу сохранять то есть нажимаю файл сохранить как на видите перед этим она просто отмена пока не будем ничего сохранять вот и видите выбираете картинки либо и можете также их можно удалять сохранять и или перемещать вот на одном примере я вам показал вот обзор товара мини обзор товара sony playstation 4 вот смотрите я сфотографировал свою собственную картинку разместил ее на рабочем столе написал обзор товара выбрал вот этого волка и киа тв и вот так же все это сделал все разместил то есть ничего сложного поменять цветовую гамму и все это можно смотрите дальнейшем и раз за записи меня обзоры товара подписывайся на мой канал